Добрый день! Сегодня у нас очередное заседание вебинара в воскресенье 22 мая 2022 года. Тема у нас сегодня Трис Педагогика, докладчик Зельманов Игорь Ильич. Пожалуйста, Игорь Ильич, давайте. Спасибо всем, здравствуйте. Значит, несколько раз у нас упоминалось на семинаре, на вебинаре Трис Педагогика, и вот мне попросили сделать такое сообщение, кратко рассказать, что это такое. И я заранее прошу прощения за то, что я рассказываю о том, чем сам не занимаюсь и знаю об этом только, ну, грубо говоря, понаслышке по тем семинарам и материалам на сайтах, которые встречаюсь. Всего лишь один раз мне приходилось участвовать в семинаре по Трис Педагогике в Норильске. Меня пригласили рассказать об игре «Системный оператор», которая навеяна системным оператором. Это один из таких приемов развития системного мышления в Тризе, и он же используется и в Трис Педагогике. Но, тем не менее, я думаю, что я знаю больше, чем те, кто вообще не слышали ни о Трис, ни о Трис Педагогике, поэтому начну. Значит, план вы видите, он стоит всего, в общем-то, из пяти пунктов. Вот он уже был долго на экране, вы увидели, двинемся дальше. Интересно. На мой взгляд, и на взгляд многих людей, увлеченных в Трис, Трис – это теория решения изобретательских задач, такое направление, ну, в технической, психологической, может быть, даже философской мысли, оно является одним из крупнейших достижений отечественной мысли и вообще деятельности, наряду с балетом, полетом Гагарина и всем тем, чем мы привыкли гордиться. Значит, Трис является сборной, такой солянкой методов и приемов, которые использовали изобретатели в технике, поскольку он основан был на анализе примерно 40 тысяч патентов в течение, там, ряда лет, точно не помню, там, лет пяти, а может быть, а потом это и продолжалось и далее. Альт Шулер, будучи молодым парнем еще, которому поручили курировать, значит, изобретатель на каком-то там заводе, жил он в Баку, он должен был их учить, как делать изобретение. Он подумал, что, ну, нужно пойти в библиотеку, взять книжку, в которой расскажут, как делать изобретение, и рассказать вот этим рабочим. Ну, вот, перерыл там все полки, то такой книжки не нашлось, ему пришлось это изобретать заново. А как? Значит, на основе вот анализа были отобраны, этих патентов было отобрано где-то полторы тысячи, он вывел, типовых приемов, которые использовали изобретатели, делая изобретение. Ему пришлось придумать свою систему оценки уровня, не путать с уровнями, которые являются заглавным, уровни изобретений, те, которые там слегка меняют. Первый уровень – это слегка меняют систему, ничего не привнося нового. Второй уровень – это чуть больше, система изменяется и приобретает новые свойства. Третий уровень – она меняется радикально, выполняет ту же самую полезную функцию. Четвертый уровень – она меняет изобретение, то есть задача и решение, являющееся изобретением, меняет ситуацию в отрасли. И пятый уровень – это принципиально новые изобретения, часто открытия, которые фактически создают новые направления деятельности, человеческой, новые отрасли и так далее. Первым результатом такого исследования из полутора тысяч этих самых типовых приемов было сформулировано 40, с подприемами порядка сотни их, с примерами, такие как простейшие и самые мощные – это сделать наоборот. Я не буду сейчас приводить примеры, при желании, значит, это можно все посмотреть, найти в интернете, но хочу сразу предупредить, что для того, чтобы въехать в ТРИС самостоятельно – это почти нереально. Это обязательно надо делать либо в компании с кем-то, чтобы один из людей знал, более-менее уже знаком был с ТРИС, или на каких-то семинарах под руководством преподавателя. При этом, чтобы овладеть ТРИС, чего мне, собственно, не удалось сделать, это нужно прорешать самостоятельно не менее 200 изобретательских задач. Это огромная работа, это примерно года два уходит на то, чтобы в это въехать. Поэтому предостерегаю от такого начетнического подхода, когда там преподаватели обычно, они просят, дайте мне какую-нибудь книжечку, ну, такую не толстую, страничку на 20, чтобы я пролистал, я проведу спецкурс по ТРИС, это, говорят, сейчас модно. Это, ну, чистой воды профанация. Вот. Для того, чтобы это освоить, это, в общем, нужно овладеть всем этим аппаратом. Здесь я кратко перечислил, что сюда входит. В дальнейшем ТРИС развивалась очень бурно. Альтшулер тогда еще не был и компьютеров. Он, значит, имел распределенную систему учеников, которые находились по всей стране и за рубежом. Он писал им письма под копирку, печатал сам, отвечал мгновенно, проверял задачи, которые они решали, консультировал и так далее. И постоянно на основе этого разрабатывал, развивал вот теорию решения изобитательских задач. Основой ее стала потом АРИС. Он номеровался по годам. Это алгоритм решения изобитательских задач. То есть от простейшей ситуации какая-то вот административная ситуация. Что-то плохо. Она анализируется, выявляется, какая в нем находится задача, как внутри задачи, какой скрыто противоречия. Это ключевой момент, что внутри каждой задачи является противоречие, когда вы хотите что-то сделать и не можете, потому что это чему-то противоречит. Обычно потом выделяется конфликтующая пара, то есть в задаче главные какие-то ее части, внутри технической системы, которые между собой конфликтуют. Делаешь для одной хорошо, становится для другой плохо. И наоборот. Это и делаешь хорошо, другой становится плохо. Вот выявление такой конфликтующей пары, формулировка конфликта, усиление конфликта. Очень часто задачи после усиления конфликта решения становятся очевидными. Это парадокс такой. Дальше формулировка идеального конечного результата, ИКР. И дальше поиск решения. Дальнейшие там методы уже поиска решения, это там долго рассказывать, я сейчас не буду. И плюс еще ко всему, когда формулируется в общем виде схема решения задач, вы еще не знаете, как ее решить, но вам уже говорится, что конфликтующие пары противоречат. Они вот в оперативное время, в оперативной зоне имеют какие-то состояния, они противоречат кому-то, мы привносим туда некий X-элемент, который не усложняет систему, превращает, устраняет противоречие и решает главную полезную функцию без появления новых вредных функций. Это вот в самом общем виде. И дальше в зависимости там от специфики задачи можно обратиться либо к сборнику приемов разрешения противоречий на системном уровне, то есть когда, например, подсистемы между собой конфликтуют, а при переходе на более высокий системный уровень их можно там разделить во времени, в пространстве и тем самым снять противоречие. И базы эффектов физических, геометрических, химических и задач аналогов. То есть это, в общем, такой аппарат сформирован, который позволяет изобретателю решать эти задачи. Очень много физических эффектов, которые просто напрямую превращают противоречие в решение. Есть еще там структурный, так сказать, вещественно-полевой, випольный анализ задачи, то есть обычно там между собой взаимодействуют вещество и вещество между собой поле, либо два поля через какой-то предмет вещества, ну и так далее. Это довольно специфическая такая вещь. Далее законы развития технических систем. Одним из принципов, которые провозгласил Альшур, в том, что технические системы развиваются по законам, их можно познать, сформулировать и использовать для прогноза развития техники, для прогноза, для придумывания новых товаров и новых технических систем, которые придут на смену существующим. Большую работу в этом сделал Владимир Петров. Он сейчас живет в Израиле и продолжает писать. Он фактически энциклопедию сейчас сделал в электронном виде, и можно купить дешево все его книги. Это я, наверное, тоже добавлю ссылку. Второе направление, которое требуют при подготовке, так сказать, профессионального тризовца, это развитое творческое воображение. Собственно, это то, на чем базируется тризпедагогика. Просто при обучении столкнулись с тем, что шоры, профессиональный язык и куча всяких таких ограничений психологических, они просто мешают выйти на хорошее изобретение. Для того, чтобы раскачать творческое воображение, снять психологическую инерцию, как в Аризе есть набор приемов, типа метод маленьких человечков. Забыли про все технические детали. Представим себе, что у нас есть фантастические маленькие человечки, которые умеют все делать. Вот представьте себе, что они там внутри и есть, в том месте, где у вас конфликт. Вот представьте себе, как бы они решили эту задачу. Никаких ограничений нет. Придумали, молодцы. А теперь давайте подумаем, каким образом, чем можно заменить этих маленьких человечков, какими физическими приемами, физическими эффектами или геометрическими и так далее, которые смогут решить. И большая часть задач, большой класс задач решается, например, с помощью вот такого приема. И таких приемов там где-то десятка, два, три. Если честно, я уже немножко подзабыл. Но в качестве примера приведу, что курс развития творческого воображения был очень большой и качественно разработан учениками Альшулера Семеновым, Литвинным и Герасимовым, Владимиром Герасимовым. Он не только трезвец, но еще и шикарный художник. Он прямо на ходу у нас на занятиях рисовал те решения, которые предлагали слушатели. Они подготовили такой курс, и они читали его на минуточку. Они жили в Ленинграде. Участникам клуба писателей-фантастов, которыми руководил один из братьев Стругатких, не помню, кто именно. И они занимались развитием творческого воображения художников-фантастов. Но скажу еще, что сам Альшулер тоже был не чужд тому, что писатель с певым талантом, и у него есть несколько десятков фантастических рассказов. В том числе он вел регистр фантастических идей. Он прочитал практически все. Это человек огромной работоспособности. Он прочитал практически все фантастику, которую публиковал в Советском Союзе, и немножко за рубежом доставали ему. И каждое фантастическое произведение он раскладывал на составляющие, выявлял, в чем состоит эта фантастическая идея, и заносил в свой регистр, реестр. И фактически любое новое произведение он практически всегда находил аналог. И тем самым ставил неловкое положение многих авторов. То есть он задал такую планку качества фантастики и новизны, которая, в общем, сделала его во многом врагом для многих фантастов. Но это так, отвлечение. Как вы понимаете, для фантастов творческое воображение, и это один из главных факторов. Еще одно направление, которое было разработано, наверное, одним из самых талантливых учеников Альшуэра – это диверсионный анализ. Фактически это применение ТРИС в науке. То есть он там оборачивается задачей. То есть если в технике нам нужно что-то, и мы не знаем как, и мы придумываем решение, которое позволяет сделать то, чего еще нет, то в науке там, наоборот, есть какой-то эффект, который вот есть, объяснить мы его не можем. Эта задача оборачивается, превращается в изобретательскую. То есть представьте себе, что у вас вот есть такие-то условия, придумайте ряд изобретений, которые могли бы этот эффект сформировать. И потом оказывается, что одно из таких решений фактически и решено в природе, именно оно является объяснением данного научного эффекта. Еще одно, что надо сказать, это изобретающая машина Цурикова. Это человек, который же инженер, который жил в Минске. Он собрал там под свое крыло 40 лучших ТРИЗовцев. И они еще в 80-е годы, тогда персональные компьютеры только-только получались, и он их накупил там, и вот на них они пытались и, в общем, создали за примерно, по-моему, 3 или 5 лет. Прототип первой изобретающей машины. То есть это фактически ассистент изобретателя, который помогал сформулировать задачу, то есть провести его по всем шагам алгоритма изобретательских задач, решения изобретательских задач, и содержал все базы и все дополнительные такие ноу-хау, которые позволяли раскачать психологическую инерцию, подсказать нужные решения и, может быть, предложить какие-то задачи-аналоги и физические, геометрические или химические эффекты. Это направление продолжает развиваться. Потом, когда перестройка началась, он там мигрировал в Штаты. И удалось ему там продолжить эту работу. Потом компания распалась на несколько, и, в общем, там их несколько версий есть. Потом в позапрошлом году он вернулся в Белоруссию и начал делать ее заново на основе уже принципов чистого искусственного интеллекта. Ну, по-моему, это уже не связано было с ТРИЗом. Он решил какую-то другую вещь делать. Но, тем не менее, результатом этого стало то, что и перестройки в результате которой многие ТРИЗовцы уехали за границу, стало то, что ТРИЗ стало гораздо более популярным за рубежом, чем в Советском Союзе и в России. И дальнейшее развитие... Сейчас есть международная ассоциация ТРИЗ, которая уже не только выходца из СССР, но и из Кореи, из Японии, из Штатов, из Израиля. И дальнейшее развитие ТРИЗ идет уже не в части технической, которую, в общем, можно сказать, завершил, закрыл Альшулер, а в части применения ТРИЗ для бизнеса, для образования и для политологии. И политология использовалась очень много. Политические кампании было проведено ТРИЗовцами в тот период, когда у нас еще были выборы, то есть это в 90-е годы. Теперь перейдем, собственно, к теме цели и системы образования в 21 веке. Чему и как учить? На этот вопрос я позволил себе ответить. Возможно, будут возражения, дополнения. Буду рад, если кто-то выскажется на эту тему. Но по моему представлению, с учетом того, что основа экономики 21 века является уже не промышленность и не техника, который был посвящен ТРИЗ, а, ну, скажем так, опора на интеллект и на создание интеллектуальных продуктов, то, соответственно, меняются цели системы образования. Ну, вот я позволил себе их сформулировать. Это, значит, если мы хотим чему учить, этот ответ зависит от того, кого мы хотим получить на выход. На выходе, а именно человека, способного самостоятельно мыслить, критически относиться к общепринятым, навязанным мнениям, мыслить системно, способного продуктивно трудиться, способного работать в команде, которая умеет публично выступать, презентовать результаты работы, убеждать своих оппонентов или коллег, дискутировать, приходить к консенсусу, принимать решения. Это та часть, вот этот третий пункт, который практически отсутствует в нашей современной школе. Способность к творчеству, именно на этом делает акцент трес-педагогика. То есть умение создавать новое, умение ставить вопрос, умение замечать изобретательские задачи в окружающей действительности и находить необычные, парадоксальные, остроумные решения, которые не пришли в голову другим. Пятое, это способного находить информацию, самообучаться, это требование нашего времени, то есть сейчас невозможно выбрать профессию и всю жизнь этим заниматься, каждые 2-3 года приходится переобучаться. Есть ряд чуть дальше скажу приемов и заданий, которые помогают фактически такой системный подход к поиску новой информации, этому начинают обучать начиная с детского сада даже в три с педагогики. Но соответственно человек должен иметь широкий кругозор, не все можно найти в гугле, если ты не знаешь чего искать, поэтому какой-то кругозор должен быть и базовый набор обязательных знаний. И человек, который будет с высокими моральными качествами, который будет ставить перед собой достойные жизненные цели. Грубо я бы выделил виды деятельности, которые должен человек уметь делать каждый. В 19 и 20 веке исследования, изобретения и даже продажи в Советском Совете все было необязательно. Вот к таким выводам я пришел, это вот спорная такая вещь, вы можете оспорить. Теперь про триспедагогику. Почему я считаю, что это одно из самых перспективных направлений в образовании? Я, конечно, не говорю, что все остальные плохие. Я, например, слушаю Дмитрия Быкова, который берет самый наспор, можно сказать, самый плохой, отвязный хулиганский класс и превратить его в отличников только одним способом. Он начинает с ними общаться как с достойными людьми и он убеждает их в том, что они достойны уважения. Он знает, как это делать, он умеет это делать. Это, возможно, не превратилось у него в какую-то периодическую систему, но таких учителей довольно много. И это тоже важный элемент будущей реформы в образовании. Так вот, основы ТРИС-педагогики. Это игра как основной вид деятельности ребенка. Это инструменты ТРИС, в частности, идеальный конечный результат, противоречие, системный оператор и те два-три десятка методов развития творческого воображения, которые используются для подготовки ТРИС-педагоги. Что является результатом, на мой взгляд, важным? Не знаю, согласятся ли со мной ТРИС-педагоги, но самое главное, мне кажется, это воспитание интеллектуальной смелости. То есть дети, которые учат создавать сказки, придумывать загадки, разбирать какие-то литературные произведения на приемы, части, они анализируют, как оно устроено, потом они могут взять и подменить элементы этого, то есть выстроить, взять произведение, сказку, например, как это сделал Проб, построить схемы сюжета, заменить элементы этого сюжета, участников этой сказки на другие, придумать какие-то другие конфликты между этими героями и потом это переписать в литературной форме, и у них получается произведение, то есть это не боги с небес пишут литературу, это может сделать каждый, это дает им в качестве домашнего задания, обучив, как это можно сделать. Умение анализировать предметы, деятельность, факты и так далее, это игра, которая постоянно используется, так называемая матрица признаков, то есть даже детей старшей детсадовской группы учат анализировать, берут объекты, и у них есть какие-то свойства, это может быть цвет, форма, размер, то есть первичные такие признаки, и потом учат классифицировать, учат их систематизировать, и учат придумывать новые объекты, которые можно было бы придумать или даже сделать, сейчас может быть приведу пример такой, дальнейшее развитие это составление картотеки в любой области, которую назовет преподаватель или ребенок сам выберет, создание паспорта предметов, то есть они сами начинают думать, а какие свойства являются важными, существенными для данного объекта, какие у них есть значения, составляют паспорт, подбирают аналоги, и научаются классифицировать по этим признакам. это основы системного мышления, которые пригодятся в любом виде деятельности. Теперь системное мышление, специфический такой системный оператор, это рассмотрение любого объекта, как так сказать девятиэкранного такого монстра, кадра, то есть берется любой предмет, например, ручку можно, что угодно, и дальше, а что является надсистемой для ручки, приборы для письма, а что является подсистемой ручки, тоже можно разъять, какие у нее части, это самое простое, там стержень, ручка, кнопочка, там держалка и что-то еще, есть дальше каждая из этих надсистемы и подсистемы и самосистема, а чем они были в прошлом, ну допустим карандашом или пером, а в будущем что это будет или станет, ну вот клавиатура, а в дальнейшем что может быть, прямая передача данных из мозга в мозг, минуя все материальные носители, и такие примеры позволяют видеть объект не вот в единичном экземпляре, а как элемент некой большой матрицы взаимосвязей не только в системе надсистеме но и в ее развитии прошлое и будущее кроме того рассматриваются такие мощные с точки зрения креатива вещи как антисистема и со-система что такое антисистема это система которая делает то же самое которая выполняет противоположную функцию какая функция у ручки ну писать или оставлять свет на бумаге антисистема для нее какая которая делает противоположную стирает очень сильный прием это в хтризе выявлено это создание бисистемы из системы и антисистемы то есть вы видели пример карандаш со стеркой там ручка с обратной стороны вот это как он называется ну короче белым замазывают обратно вот и так далее есть еще понятие со-системы оно тоже позволяет там придумывать новые там подарки новые товары то есть это система которая живет рядом с этой системой то есть она входит в ту же надсистему что и сама система тут такой интересный пример очень часто считается что щит и меч это система антисистема на самом деле меч какая у него главная полезная функция убивать противоположное действие какое лечить то есть антисистема для меча может быть там методы лечения травм или наоборот там если там считать что главная полезная функция делать дырку в теле то это может быть там зашивать клей и так далее а щит щит это со-система это система которая противодействует мечу очень часто бывает вместе с ним но его функция другая защищать а не лечить не поражать ну это так в качестве примера парадоксальных таких вещей которые детям рассказывают при разборе каких-то приемов вот для использования системного оператора противоречия и противоположности их совмещения это очень важный сильный такой прием который используется в триспедагогике ну вот мне понравился пример там из сказки дочь семилетка в этой сказке царь загадывает дочери бедняка прийти ни пешком ни на лошади ни голой ни одетой ни с гостинцем ни без подарочка фактически это вот три ну такая тройная изобретательская задача сформулированная в максимально такой парадоксальной форме и кажется неразрешимой но в сказке она как-то разрешена я вам оставлю на закуску потом сами подумайте каким образом если не читали своим детям недавно то каким образом эта дочь сумела значит удовлетворить этим противоречащим требованиям и здесь вот я привожу ссылку тематического плана урока в обычной школе там какие длиннющие там на много страниц что именно нужно говорить с ребенком какие на чем там на что обратить внимание какие навыки развивать и так далее и так далее но там вы ни слова не найдете ни о противоречиях ни о парадоксальном мышлении ни о том что эта девочка она фактически проявляла навыки изобретателя там делается акцент на совершенно других аспектах ну и вот в качестве и вот в качестве примера принципов или приемов триспедагогики приведу то что мне понравилось такое одно занятие цепочка изобретательских игр на примере ковра вот есть ссылка там можно подробно расписать и цепочка состоит из нескольких так скажем игр приемов которые позволяют одну в другую перевести и провести по руслу изобретательской практики выбирает какой-нибудь предмет для игры и является все его свойства но в качестве примера там приводится ковер и дальше детям предлагается перечислить его свойства но в такой парадоксальной форме например пушистый но не котенок плоский по нему ходят но не пол переплетен соткан из нити но его носить нельзя ну в общем такие я сейчас по памяти не вспомню дети вот перечисляют все его ключевые свойства потом преподаватель предлагает поменять какие-то его свойства или добавить их от других предметов и далее ну там они смотрят рассматривают как он устроен то есть пока еще элемент познавательный там берут увеличительное стекло смотрят что ковер ткан и создан из нитей эти нити вот таким образом переплетены дальше предлагается менять свойства они предлагают поменять нити например на электрические провода и что тогда будет с ковром а его можно использовать например для подогрева говорят дети это старшая группа детского сада потом можно вместо них взять трубочки и по ним пустить воду и она будет там прозрачной светиться по ней можно пустить каких-нибудь рыбок и она будет там можно сделать из живых растений и тогда он будет свести и радовать глаз можно сделать из каких-то полезных трав и тогда можно на этом ковре лежать и лечиться а потом можно его скосить и скормить каким-нибудь животом это все примеры того что дети сами предлагали я рекомендую пройтись и посмотреть такую статью с этого сайта посвященного триспедагогике фактически каждая из этих игр она хороша по отдельности она позволяет исследовать предмет она позволяет сочинять загадки изменять свойства и представлять предмет в виде игры или игрушек то есть фактически такое микро набор микроизобретений детьми были сделаны в течение одного занятия ну скажу что это прием последний это подмена ну вернее выявление свойств предмета и приписывание ему свойств от других предметов это такой мощный метод фокальных объектов он изобретен по-моему был в штатах и курс развития творческого воображения впитывает в себя все те хорошие там находки которые существуют в человечестве еще одна игра это системный лифт то есть детям предлагается ну вот понять что такое система над системой система под системой и тем самым они начинают понимать что такое объект что такое его функция что объект может состоять из частей эти части можно между собой разделить по-другому и там опять же в игре делается так что можно строить загадки то есть берутся какие-то элементы какого-то объекта а один то есть например его над система указана и под система нужно отгадать а что за объект разбирался по этому системному лифту это тоже развивает системное такое мышление и очень мощная игра хорошо плохо которая позволяет в общем и критическое мышление развить и понять относительность наших знаний мнений и так далее то есть берется какое-то явление и дальше ну там например учиться и познавать новое это хорошо да говорят хорошо это учиться новому это хорошо но это еще и плохо почему потому что например на это надо тратить время нужно приходить в школу а приходить то есть приходить в школу для того чтобы учиться новому это плохо потому что лучше играть лучше сидеть дома и так далее но приходить в школу оно не только плохо но и хорошо почему потому что здесь можно встретить друзей и так далее и так далее и вот эта цепочка умение взять любой предмет выявить в нем что в нем хорошо что плохо и начать вот так проигрывать это позволяет во всем видеть ну разные стороны то есть избавляет от такого черно-белого максимализма которым страдают очень многие наши взрослые ну вот грубо я вам обрисовал на примерах чем занимаются воспитатели и учителя в триспедагогике но те примеры которые я приводил это в общем для дошкольников в основном используется в школе когда там уже несколько лет ведутся занятия они начинают постепенно проходить полный курс РТВ используют основные элементы ТРИС осваивают начинают решать учебные изобретательские задачи там ну используется конечно и проектное обучение как работа в командах там и так далее и доходит это до того что это не шутки это есть подтверждение там на публикациях там и на видео и так далее детям дают после там где-то двух-трех лет обучения им дают реальные производственные технические задачи и дети иногда решают их лучше чем инженеры этих предприятий это вот зафиксированные такие достижения то есть у детей отсутствует психологическая инерция они могут много чего-то не знать но обычно нужен для решения задачи с помощью ТРИЗа нужно чтобы был эксперт который может ответить на вопрос это вот так или вот так это вот так делается или не делается а придумать схему принципиально нового товара и устранить какую-то проблему которая существует там при производстве там и так далее дети могут это сделать гораздо легче и быстрее поскольку они ну известно что творческие способности они пика достигают где-то годом в 12 а потом начинает человек деградировать видимо под влиянием системы образования и дальше значит я здесь вот набросал ссылки на ресурсы это первичное то что можно привести это вот официальный сайт альшулера альшулер точка ру в котором там описана его биография представлено большинство его работ статьи все материалы по 3 все что вообще касается там есть но за исключением самих книг но в принципе эти книги можно добыть на всяких этих самых пиратских сайтах они выложены очень советую прочесть особенно тем кто скептически относится к 3 что это ну там а еще какой-то метод а там ерунда каких-то этих методов дофига нет это принципиально другое другой уровень то есть грубо говоря все там предыдущие примеры там всякие 6-7 там какие-то методы ну там мозговой штурм там что же там еще такое использовалось ну синект синектика да это все выглядит как алхимия а трис это как бы алхимия после открытия системы периодических периодической системы Менделеева прочтите это статья давняя 13-го года значит Samsung корейская в Корее очень развит трист там он привеняется в образование начиная от младших классов и до вуза и профессионального образования и подготовки в компаниях около 100 российских тризовцев ну не только российских из других стран но с корнями из России фактически работают там на постоянной основе иногда вахтовым методом и помогают Samsung решать изобретательские задачи конкурировать с Apple и добиваться определенного лидерства ну и там с очень большим уважением относятся к русским инженерам русские говорю в кавычках там белорусы там украинцы там и русские там евреи кого там только нет но все они в Корее русские и там так как не буду это сказать ходит такое мнение что если ты хочешь сделать что-то необычное уникальное в единичном экземпляре позови русских если ты хочешь сделать чего-то много и дешево не подпускай к этому русских позови китайцев корейцев в общем кого угодно но только не русских исходя из этого я для себя сделал вывод что я немножко отклоняюсь от темы но хочется об этом сказать я считаю что наше место нашей страны в международном разделении труда это как раз придумывание нового это интеллект это легко показали программисты в эту область не лезло государство и эта область она развилась развилась так что смогла стать одной из лидирующих в мире то же самое я считаю должно быть приоритетом в развитии будущей прекрасной России будущего и соответственно акцент в реформе образования должен быть именно на ТРИЗ-педагогику с тем чтобы воспитывать большое количество высококлассных творческих работников которые будут работать в любых областях и вот этот ТРИЗовский подход он вполне может помочь стране встать на один уровень так сказать погоняться там и с Китаем и со штатами и в общем именно в этом можно сказать что должна стоять и стоит русская идея есть сайт Криотайм Анатолий Гин у него есть отличная книга про открытые задачи значит он фактически профессиональный ТРИЗовец он перешел вот как раз целиком сосредоточился в области ТРИС-образования и его дочь Евгения Гин она ведет группу ТРИС-педагогику проводит постоянно всякие семинары и значит здесь в этой группе она приглашает и постоянно ведет семинары для учителей и воспитателей детских садов и в общем там уже сотни человек подготовлены значит для тех кто интересуется ТРИС еще можно рекомендовать группу ТРИЗ-фикации а по поводу значит ТРИС-педагогика есть еще второй мастер то есть ну семейство Гин занимается этим и Алла Нестеренко она раньше начала этим заниматься там немножко другое ответвление ТРИС использует и здесь тоже можно найти много материалов по ТРИС-педагогике я думаю что я добавлю еще немножко выложу на Google Docs и брошу ссылку в группу так что вы можете их будете все это посмотреть ну какие-то есть есть ко мне вопросы могу ответить спасибо за внимание спасибо у меня вот какой вопрос может вы знаете я знаю что Альт Шулер писал романы под псевдонимом не помните псевдонима Генрих Альтов да Генрих Альтов вот непонятно только насчет романов это большое сомнение по-моему у него есть одна повесть и много рассказов все фантастические в каждой из них есть такая изобретательская изюминка еще у него была жена Журавлева она тоже писала фантастические рассказы и у меня есть это моя чисто гипотеза и она никак не подтверждена что он подбрасывал ей идеи фантастических рассказов потому что у нее литературный дар ну скажем так повыше был чем и у нее лучше получалось а он все-таки больше сосредоточен на развитии ТРИС он давал схему а она давала текстовую да литературная обработка да так сказать вот ну и у него тоже есть шикарный там мальчик и черепаха по-моему называется еще я очень давно уже не перечитывал его но в принципе они тоже производят впечатление еще какие-то вопросы давайте кто еще Тимур давай спасибо спасибо Игорь Ильич за подробную презентацию за ликбез потому что так только поверхностно слышал про ТРИС я сам играл в КВН и немножко по-другому креативность свою развивал но с многими методами на практике сталкивался что касается целей системы образования в 21 веке то список хороший я с ним согласен правда я считаю что для 21 века нужно конечно же добавить развитие таких качеств как эмпатия как предметы связанные с культурологией иначе если руководствоваться только тем списком который там есть у вас то будут изобретаться атомные бомбы а не мирный атом ну это грубо говоря культуру я здесь тоже в общем упомянул культурных культурных ну да ну совсем в шестом пункте там одно слово но этого мало я считаю там нужно много я думаю что это надо действительно обдумать получше я просто не смог то что относится к моральным качествам вот тут ну тут триз вряд ли поможет это видимо надо какими-то другими способами развивать так у вас заявлена так цель системы образования в 21 веке чему учить и как учить я думаю это помимо триза ну не помимо это то есть триз в том числе и что-то 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 и вот конечно же эмпатия тут обязательно для 21 века в принципе вот весь комментарий спасибо вам за презентацию интересно спасибо за дополнение спасибо хорошо ну действительно альшур как бы отталкивался от технических систем да поэтому там где мы выходим в социальные системы или какие-то более сложные там нужна еще какая-то дополнительная информация ну в частности коммуникация как вообще отдельное искусство да общественный процесс я знаю что очень тяжелая проблема если вы приходите с изобретением в какую-то компанию а там все настроены против вашего изобретения потому что они любят подставики и дальше начинается очень много всего такого что требует социального анализа социальной психологии но на самом деле то что вы говорите это так скажем административная задача административная проблема которая там с помощью триза опять же была проанализирована выявлена противоречия и оно снимается и известно как это делать и это делается в общем в массовом сейчас последние годы в массовом порядке в крупных компаниях металлодобывающих и металлообрабатывающих делается это так значит это для этого проводится обучение всех тех людей которые связаны с решением подобных задач причем именно не одного как раньше это в советское время делал а именно всего коллектива чтобы не возникало противоречия между тем кто знает и тем кого никто не знает дальше с помощью так сказать приемов ТРИС они сами на занятиях решают те задачи которые перед ними стоят они начинают верить в свои силы у них исчезает недоверие перед ТРИС и после нескольких ну там обычно делается семинар первый ознакомительный потом там недельный потом месячный и вот на этот на эти семинары каждый из сотрудников обязан прийти со своей задачи иногда эти задачки они щелкаются тут же даже без участия преподавателя просто за счет коллективной работы а иногда есть задачи которые на предприятиях стоят годами никто не может решить и это такой вызов для преподавателя профессионального ТРИС который в общем превращает их в супер профессионалов универсальных то есть проведя десяток вот таких занятий на предприятиях он становится универсальным решателем выглядит это вообще-то как чудо я один раз наблюдал значит на одном наших семинарах была команда из одного НИИ в Пензе это еще это 80-е годы это еще советские времена были и они пришли тоже со своей задачей и значит они ну там их пригласили доски начали рассказывать и заставили их решать по АРИС и дальше они заткнулись позвали другого который лучше понял АРИС и он начал по АРИСу решать и формулировать схему решения и в этот момент вот понятно Эрик там что-то я не помню он закричали там они выбежали обратно к доске то есть человек который вывел их на схему он вообще из другой области он понятия не имел как решать но говоря правильные слова он вызвал решение у тех задачи датели они прибежали они решили вот как надо все побежали мы будем оформлять это самое как он назывался тогда распредложение нет будем изобретение подавать то есть задача была решена про что вообще не помню я помню вот это свое впечатление инсайда который то есть они обычно это преподаватель он говорит какую-то схему сам не понимая как задачу решить а эксперты в этой области они за этой схемой уже видят мясо жизнь и уже говорят так вот как надо было все же сказал ты наверное знал нет не знал и состоял и потел и боялся я не знал чем я смогу помочь я не знаю решение этой задачи но ТРИС выводит на схему и заставляет получить это решение ну вот такая фантастика хорошо спасибо Андрей хочет сказать давай Андрей да в общем-то в начале буквально в начале там было сказано про уровень сложности грубой от ТРИС как я понимаю она может применяться очень широко от каких-то буквально тонкостей в науке едва заметных до создания целых отраслей ну не в науке в технике ну я понимаю да в принципе от каких-то совсем едва заметных изменений в чем-то до создания целых отраслей в принципе в жизни да и вот вы говорили что 200 задач что ли надо или упражнений 200 они где-то прописаны или это как ну вообще сборники задач такие есть часть задач опубликованы в книжках Альтшулера часть задач в книгах его учеников да это но это надо брать искать и работать то есть вот сказать так что ну обычно решаются не только учебные задачи но и реальные надо решать задачи ну вот например я упомянул Петрова Владимира который внес большой вклад в формулировку законов развития технических систем он прислал мне так сказать резюме свое более пяти тысяч проектов за его плечами ну ему за 70 уже он один из первых учеников Альтшулера и он работал по заказам таких фирм как там Lockheed Ford General Electric General Motors причем по нескольку раз там он не может публиковать там оно все закрыто под NDA но представьте опыт человека который пять тысяч изобретений сделал в разных отраслях вот то есть после какого-то ну и они говорят что после где-то первой сотни двух сотен сразу же уже в свернутом виде в голове возникает решение то есть набор вот этих тризовских приемов он превращается в некое тризовское мышление это вот собственно и происходит качественное изменение то есть количество переходит в качество когда вы нарешали вот эти 100 200 задач ну 200 это максимализм конечно я считаю что и 100 принципов должно хватить чтобы это развилось и потом когда вы сталкиваетесь с новой задачей у вас уже в мозгу прокручиваются все вот эти инструменты триз которые вы с кровью и потом и болью первые задачи просто нереальны сложно мозги скрипят просто физическую боль ощущаешь не понимаешь как это все использовать а потом это все сворачивается и превращается и превращается в так называемое тризовское мышление когда тут же вы даете серию парадоксальных решений остроумных которые просто не приходили в голову задачи дателям вот собственно почему вот такое требование что нужно прорешать эти 200 задач для того чтобы опыт применения инструментов триз он оказался как бы ну свернутым это называется кажется интериоризация процесса по-моему еще когда по-моему как-то еще стриз был связан с Щедровицким нет 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 Щедровицкий это как бы параллельное такое движение это там методология это решение задач по каким-то там методам к сожалению я знаю что у них есть я понять я не смог я ничего не могу про них сказать я пытался читать там книжки и статьи Щедровицкого там такая терминология я просто не в состоянии мне это кажется полной чушью но они давали результаты то есть они так оформляли просто свои тексты что они наукообразны что их невозможно понять но они давали результаты и тоже решали серьезные задачи достаточно остроумно и результативно то есть в этом смысле они не связаны никак сейчас я хотел то еще уровне задать так а Андрей так кто-то хочет еще все ну хорошо ладно ладно скрыть подробности хорошо ну наверное будем заканчивать да так поняли разные вещи конечно хотелось бы на каких-то примерах то есть вот если бы я там скажем какой-нибудь назвал алгоритм то я бы привел какой-то пример разобрал его ну это это примерно часов на шесть потому что если человек не умеет складывать числа то о пользе сложения можно говорить это просто другое ну да вот допустим там решение уравнений в частных производных за сколько можно минут рассказать ну неважно ладно хорошо я к тому что для того чтобы это все понять нужно подготовительная работа и серьезно я сказал поэтому самостоятельно почти нереально изучить вот а по поводу вот в принципе вот все вопросы можно здесь поискать вот на сайте альшулера вот я вам качество пример вы видите сейчас мой экран да и здесь расписано вот пять этих уровней ну и дальше можно это из книги альшулера и дальше можно в общем получить всю необходимую информацию ссылочка в телеграм можно да да конечно и вот ну давайте прям вот на уровне изобретения я как-то упустил что это может быть где телеграм у нас здесь вы все это увидите с примерами с разборами это все-таки я даже не презентация а просто как правильно сказали ликбез введение в тему чтобы хотя бы примерно ориентировались вот в том что такое трис и так далее представьте объем этого сайта там он насчисляется гигабайтами текста так что если кто-то надумает это освоить то ему есть чем заняться там можно сидеть месяцами значит если кто-то реально хочет пройти обучение под руководством опытного преподавателя то вы знаете есть ну я думаю что это продолжается при институте как он называется сейчас забыл ну короче Бауманке есть курсы на которые бесплатно ходят студенты и в принципе можно договориться туда приходить на занятия и со стороны вот и там достаточно профессионально ведется преподавание для взрослых все остальные способы они платные то есть в принципе вы можете там на сайте в ГИН записаться он периодически там раз в полгода по-моему проводит обучение через интернет вот но это все платное и не так уж и дешево потому что кризовцам тоже нужно кушать поэтому они берут за это плату здесь вот про уровни вы можете найти очень подробно расписанно я это очень бегло вкратце рассказал здесь расписаны все изменения и технические так еще я вот что хотел сказать почему альшулер занялся именно в технике потому что там есть патентный фонд который позволяет проанализировать решение там же ведь как устроена формула что техническая система такая-то описывается что было отличается тем что с целью и дальше рассказывается что вы нового придумали то есть как бы говорится что было потом говорится проблема с целью чего там для устранения того-то того-то что предлагается поэтому очень легко было ну как легко относительно легко это сделать было я тут могу заявить такую тему вот по поводу использования трис в социальных системах я считаю что ну у нас фактически нет историю нельзя человечество нельзя назвать таким патентным фондом оно не сформулировано в том виде которое пригодено для анализа но тем не менее я считаю что если рассматривать все новации которые возникают в социуме как социальные изобретения которым можно отнести что например эксплуатация труда другого человека мошенничество введение обман с целью приобретения не принадлежащего тебе каких-то благ там имущества дальше возьмем там займ наим сотрудник наим работника там ведь ростовщики они появились не сразу то есть это тоже кто-то первый придумал и это стало развиваться и там превратилось в дальнейшую банковскую систему страховка это тоже социальное изобретение там выборы это тоже социальное изобретение это проще чем проще считать поднятые руки чем трупы на поле сражения собственно вот из-за чего родилась грубо говоря демократия демократия это тоже социальное изобретение и таких социальных изобретений вокруг нас которые мы не замечаем их огромное количество там какие-то банковские продукты какие-то фьючерсы это тоже все социальное изобретение если их начать рассматривать и тоже выявлять в них те приемы которые использованы тоже можно сформулировать и алгоритмы решения социальных задач и множество всяких новых социальных изобретений можно было бы сделать но в качестве такой задачи социальной можно было бы предположить что вот есть демократический институт у них есть набор своих функций их надо выявить с помощью то есть каким образом нынешняя система демократическая там в Штатах там в Германии еще где-то решаются там здесь система сдержек и противовесов там представительность потом там выборность может быть там многошаговая или прямые выборы или что то наверное важно мысль улетела сменяемость власти это тоже изобретение которое направлено на то чтобы власть не деградировала потому что обнаружили что власть деградируется с течением времени чтобы вносить там что-то новое в конце концов смерть это тоже социальное биологическое изобретение эволюции то есть с точки зрения выживаемости вида или популяции смерть это благо оно дает возможность новому развиваться и как-то по-новому адаптироваться к окружающей среде то есть если вот так вот начать смотреть ну как человек которому дали в руки молоток он везде найдет гвозди все кажется ему гвоздями точно так же вот можно все рассматривать как социальные изобретения и в этом случае что можно утверждать что все идеологические построения можно в общем-то отложить в стороны и рассматривать только суть того что они предлагают те социальные изобретения ну например там коллективизация социальные изобретения не всегда могут быть полезны они могут быть и там негативными или вот социализм это тоже большое такое социальное изобретение которое мы проверили но оказалось не работает почему тоже можно анализировать вот с другой стороны в советское время огромное количество было таких изобретений которые тут же переняли все остальные там развитые страны которые там ну скажем так руководствуются в первую очередь здравым смыслом а не идеологиями и никто не мешает нам проанализировать опыт советского союза ну в качестве такого я постоянно говорю например система математических школ и олимпиад которые фактически ну Калмогоров создал и это обеспечило такой мощный рывок в развитии там 60-е 70-е годы в советском союзе что некоторые там западные например экономисты например приводит Александр Аузан они например считают что вот человеческий потенциал вернее не потенциал вернее как это капитал человеческий который был в советском союзе в эти годы который позволил там и атомную бомбу и ГРС и в космос человека запустить он был лучшим за всю историю ну вот научно-технический потенциал лучшим за всю историю человечества сейчас мы наблюдаем деградацию причем не только у нас но и в других странах спасибо Илону Маску который в общем заново как бы возродил интерес к этим инженерным решениям там и так далее то есть приглашаю тех кто готов в этом с этим немножко заняться и пособирать данные и подумать поразмышлять на эту тему ну вот присоединиться дать знать там может быть мы вместе какие-то части сможем там продумать и предложить в качестве таких решений для будущих реформ хорошо спасибо у нас кончается наше время спасибо спасибо за внимание участников да хорошо ну с этим в следующий раз будет новая тема всего доброго до свидания до свидания до свидания